С те студенты, которые сейчас приезжают с Окинавы, я их не знаю, я лично ни с кем не знаком, но глядя по тем материалам, которые снимают операторы на сборах у Хигаоли, там царит такая дружная атмосфера, идет работа, люди сдают технику и все отзываются о мистере Хигаоли как о чрезвычайно открытом, добром и очень грамотном и великом мастере, коим он и является в интернете. И его техника, которую мы видим на кассетах, на дисках, действительно говорит о том, что он большой мастер, знаток этого. Вам открылось другое гудзюрю, гудзюрю Аничмияги. И мы с вами сидели, кстати, хотелось бы сказать, написали о двух миллионах, вернее, он сказал о двух миллионах, судя по всему, долларов. И за все эти годы они потратили, сколько из этих денег было попилено, интересно. И мы с вами сидели долгие часы, шесть часов или семь часов, мы просидели около монитора и разбирали технику Хигаоли и технику Аничмияги. И нашли огромное количество разниц, огромное несоответствие техник. Вот как вы это объясните? Знаете, кажется, я понимаю, откуда идет море Хигаолона. Идет не от того, что море Хигаолона не может достичь мастерства, да, что идет другим немножко путем, да. Но вот есть у меня подозрение, что Аничмияги то же самое, то есть они говорят о технике. Дело в том, что техника-то у Хигаолона хорошая. Ну вот, я не знаю, в какие нюансы там можно еще посмотреть, выубиться, но мне кажется, это чистая политика. То, что сейчас говорит Александр Филимонов, это чистая политика. И мне, если честно, странно, он восьмой дан, да, в организации Хигаолона вообще-то получается. Да, я встретился с Аничмияги, он мне раскрыл глаза на жизнь. Посмотрел эту технику, которую я озвучал у сенсей Джорджа, у Бакиса, у Эрни, у покойного Харрида Спа. Отдать ему должность, глубоким уважением к этому человеку отношусь, просто к человеку. Близкий человек по сердцу и по душе, это был Кокоба. Этот человек давно уже ушел от сенсей Хигаолона. Поймите, что от сенсей Хигаолона уходит каждый год от 10 до 20 человек. Вот этот вопрос, который я всегда занимался анализом, не просто прогнозом, а анализом, почему уходят люди и не доживают до 70 лет, умирают. А этот человек ведет занятия и хорошо себя чувствует. Просто когда Аничмияги мне все на это открыл глаза и сказал, что он занимался дзюдо, а не карате гудзюрю. Его учитель такой-то человек миазата, а поскольку тот человек обладает определенной техникой другого мастера, а ты, как бы сказать, если хочешь учиться истинному гудзюрю, ты должен понимать, что это традиционное гудзюрю, оно не соответствует тому гудзюрю, которое преподают эти люди. Мари Хигаолона, с которым тебя связывало огромное количество дней, лет, проведенных вместе под страшно тяжелые тренировки, сейчас бы ты мог сказать слова? Это немножечко неправильно. Конечно, если ты хочешь повторить путь учителя, то да, надо идти за ним. Но мне кажется, что продолжительность жизни – это несколько иное. Если вы калечитесь, если вы не в состоянии поднимать руки, как я тогда, когда шел за ханом, то да, вам надо менять. Менять учителя, менять направление. И это нормально. То есть здесь я, в принципе, Александра Филимонова поддерживаю. То есть, но если он себя лучше стал чувствовать, то есть это да, это правильно. Сказать вот слова этому человеку, заслуженному, весьма заслуженному человеку, вот твое отношение к нему, ты же не испытываешь к нему никаких чувств неприятных, да? Я только это знаю один. Знали три человека. Яги, Миазата и последний это знает Аничи Мияги. Когда Ничи Мияги умрет, правду никто не будет знать. Я только знаю ее один. Она нужна, это правда. И эта правда, она мне нужна. Пусть он занимается своим путем, и это его. Говорит он полную ахинею. Конечно, то, что он сын тракториста и доярки, рабочего и колхозницы, извините за шутку, но вот не по адресу, сказывается, да, что человек не может сформулировать то, что он хочет сказать. Мне немножко странно это слышать все. Правда, кому она нужна, там, я один буду я знать. Только что он сказал, что Аничи Мияги занимался дзюдо и преподает ему дзюдо. Ну вот, то, что он показал, эта техника очень похожа на айки дзюцу, кстати говоря. А не на дзюдо никакое, на джиу-житсу похожа. Но вот, чуть-чуть, да, вот этой фиксации коленками, да, она специфическая, очень, не совсем это айки дзюшная, да, скорее всего джиу-житсу. Как же все это переплелось, я не знаю, насколько он, собственно говоря, прав, преподавая дзюдо в гадзюрю, да, учитывая, что дзюдо все-таки техника чисто японская и не имеет сильного отношения. Насколько я понимаю, все-таки дзюдо не произошло из окинавского карате. То есть, мне, как бы, слышать это немножко странно, особенно учитывая, что он пытается сказать, что Аничи Мияги ему дает истину, я говорю, дзюдо. И это его проблемы с его совестью, не надо никому об этом говорить. С его совестью, с совестью моря Хигаона. Я не понимаю, ребят, ну если вы говорите, да, что человек в чем-то неправ, вы говорите, в чем он неправ. То есть, вот это все размазывать тонким слоем по всему видео, да, полчаса о том, какой плохой море Хигаона. Я вижу в море Хигаона, как бы, очень человека, обремененного своей должностью, да, что он руководит именно гадзюрю, продвигает его. И в то же время человек, который пытается найти себя, будучи главой всего этого. То есть, у него нет учителя. Вот эта вот потерянность, я ее встречал во многих мастерах, там, девятых данных, что они не могут найти учителя. Пройдя большой путь именно в какой-то технике, в физухе, да, которую им так давали. То есть, как бы, здесь нет вины непосредственно самого учителя, ну, самого тренера, да, самого инструктора, самого мастера. А те люди, которые у него занимаются, они со временем это поймут. Подождите, еще придет время, когда они сами поймут, куда они в этих тренировках зайдут. Придет время, когда они все узнают. Не волнуйтесь, я думаю, жизнь расставит все на свои места. Не надо здесь соперничать, кто сильнее, кто умнее. Хигаона, он по-своему считает себе, что он номер один в мире, что он самый сильный, ради Бога. Мне кажется, что вот разобраться в этом хитросплетении, изучив историю Аничи Мияги, да, довольно-таки сложно. Давайте дальше смотрим. Понимаете, Аничи Мияги дают ему не боевое искусство. Это, в моем понимании, боевое искусство, это несколько за техниками, за рукопашным боем находится, над всем этим. Он дает ему четко, совершенно ту самую технику, которая находится в пределах рукопашного боя, именно в технике. То, что он ему дает, это очень похоже на то, что мы изучаем в хоккидо, да. То есть, это смесь, короче, кизюцу и смесь карате, как такового, да. Но мы, опять же, не разобрались, что такое гадзюрю карате, да. То есть, в большей степени, все-таки, наверное, это как раз именно удар, удар, блокирование. То, что он ему дает, я не уверен, что я не вижу пока соединения между ними, да, жесткого. То есть, он дает ему как будто отдельно айкидзюцу, отдельно карате. Когда они стоят, вот это все, да, все эти гадзюрюшные вещи, все идут, а дальше он дает ему техники, явно вот эти вот заворот, да, руки. Это все, все чисто айкидзюцу. И потом, кстати говоря, тогда, когда он входит ногой, да, он тоже показывает пока не технику айкидзюцу, он показывает ту технику, которая существует, айкидзюшная техника, которая существует в карате. То есть, не очень это похоже на айкидзюцу нормально. Вообще интересно, конечно, на это все посмотреть, с этой точки зрения, да, что айкидзюшная техника передают ему сейчас айкидзюцу. Немножечко кривое какое-то право. Ну, сами люди должны понимать и дойти до этого. А выпендриваться там, я там, ученик, когда он и, или там у него 10, а у меня 15 дан. Это абсолютно ребячество. Нужны знания. Ради Бога, я всегда готов показать знания. И оставьте его, и это в СССР, и он в покое, ему уже идет 8-й десяток. Он прожил хорошую жизнь и немало хороших вещей сделал. Безусловно. Мы остались с ними большими друзьями, и я к нему отношусь как к человеку и другу с уважением. Очень мне это странно слышать вообще. Я отношусь с уважением к Ким Нам Же. У Ким Нам Же те же самые проблемы. Он тоже ищущий человек в возрасте, как бы и заслуженный мастер, грандмастер. И я ни в коем случае не могу его ни в чем обвинить вообще в таком, в чем обвиняет Александр Филимонов Хигаону. То, как говорит Александр Филимонов, это оскорбительно. Основная проблема, я думаю, что ученики Хигаона и сам Хигаона к нему могут иметь претензии именно потому, что Александр Филимонов говорит свысока о море Хигаоне, о своем бывшем учителе. И достаточно оскорбительно. Хотя море Хигаона, я не думаю, что что-то сделал по злому умыслу. То есть, преследуя какие-то финансовые цели, еще что-то. Вот как сделал, например, тот же хан. Но хотя, например, к хану, я не испытываю к нему уважения, к хану после этого. Я не могу это сказать. А Александр Филимонов как раз пытается сказать, что он к морю Хигаона испытывает уважение. Как это вообще работает, я не знаю. Ребята, ну, как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно. Либо вы уважаете человека и говорите о нем с уважением, либо вы не уважаете человека и говорите о нем с неуважением. То есть, вот какая-то ситуация такая возникает. Мне кажется, что Александр Филимонов действительно немножечко взорвался. Взорвался. Я не знаю, то, что ему дает Айничи Мияги, это, наверное, интересно, но это не повод для того, чтобы оскорблять того же самого Хигаона. Ну, кто поговорил, как говорится. Но я стараюсь все-таки не оскорблять уважаемых людей, а неуважаемых людей я уже окончательно оскорбляю, когда они переходят все границы. Ну, здесь я могу сказать, что Александр Филимонов, конечно, лучше подготовлен, чем Коровин, но вот здесь это видно. Хорошо работает, но очень похоже на приговор. Это сила в животе. Ильича в животе. Амбель. А теперь передвигаясь к станции дальше. И не напрягай на амбель в конце. И как вы дышите, так и аргументы с сердцем. И теперь результаты подражения. Дышите, амбель. В тем шаг вперед. И движение делаем плечом вверх. Выдвигаем. Затем выполнен удар на ногу. И, значит, эта техника показывает. Эту технику показывает на противники. Мы в ближайшие 8 лет планируем создание инструкторской школы, которая будет заниматься с молодым поколением. Тренерский состав. Именно по линии Аничи Мияги. По линии Аничи Мияги. По окинарским мастерам. Истину, которую сказал мне Аничи Мияги, я ее знаю. Она у меня задокументирована. Я не хочу это ворошить. Если надо, я... К претензии, к технике, к тому, как работает Александр Филимонов, мне кажется, что вряд ли я увижу, у меня ее нет особо. У меня претензии в основном к тому, что у него в голове. То есть ты выбрал учителя. Учитель тебе подходит. Но ты подходишь как колхозник ко всему этому. Ты разговариваешь действительно так. Ты упертый, такой уверенный в себе. То есть четко, совершенно. У меня есть мой учитель. Он самый лучший. Он самый замечательный. А все остальные, пусть бог им будет судья. Это какой-то колхозный совершенно подход. Живу, как в пещере. Полная идоляция. У каждого свой путь. Ты увидел в этом учителе. Для тебя этот учитель лучший. Возможно. Возможно. Но есть куча, много разных учителей. Точно так же, как для меня. Например, мой Те Вон Си Ним. Как бы лучше. Но это может пройти лет 10. Что-то изменится. Как-то сказано. Те Вон Си Ним может меня выгнать. И я пойду искать другого учителя. Когда-нибудь найду другого учителя, с которым я буду заниматься. Либо есть наверняка много-много китайских учителей. Японских учителей. Которых я не знаю вообще. Они, возможно, великие учители. Может быть круче того, что Вон Си Ним. Вот. Но нельзя так вот. Все. И мы сразу давайте создавать вокруг этого человека. Сразу целую корпорацию. Давайте строить. Я буду директором. Представителем этого учителя. Буду ему поклоняться. Вы тоже выстраивайтесь тут в ряд. И мы будем все вместе поклоняться. Ну это же бред. Я каналу покажу. Если кто-то вам будет задавать вопрос. Я вам дам запись. Пожалуйста, покажите. Я на это имею разрешение. Оничи Мияги. Он все там расставляет нады. Кому какие данные давал. Почему он их дал. И в точке чем владеет. И какими данными. И всю историю Гудзюрю рассказывает. Понимаете? На Окинаве всю эту истину знает. Это только не знает. В Европе. В Америке. В Японии. А на... Я что-то вспоминаю. Да. Что... Хикаона учил... Старший учил... Оничи Мияги. Оничи Мияги учил, по-моему, Морио Хигаон. Вот. Поэтому у них там наверняка четкая градация. Я не думаю, что Морио Хигаона может претендовать на лавры Оничи Мияги. Если это тот самый Оничи Мияги, о котором мы говорим. Да. Скорее всего, это он, наверное. По-моему, это было так. То есть, Хигаона, сын того Хигаона, который учил Оничи Мияги. Вот. То есть, как бы... Здесь именно ситуация... У них очень двоякая. Я думаю, что один учитель другого, но тот сын его учителя. То есть, очень сложная ситуация. Вот. Но здесь Филимонов, как бы, немножечко... Зачем-то пытается объяснить, где-то у кого-то ошибки, еще что-то. Но вот. Непонятно, зачем ты хочешь перенять, перетащить каких-то учеников чужих. То есть, в чем смысл? А на Окинаве эту истину все знают. Когда мы с Александром Афанасьевичем сидели на Окинаве в городе Наха и вместе с его учителем... Когда мы сидели с ним на Окинаве в городе Наха, блин, стояли с Таном, блин, под Смоленск... Оничи Мияги уже, ну, старый человек. Мы беседовали. Помнишь, он нам рассказывал вообще свою историю? Когда он был личным учеником основателя стиля Бодзюрю Чуджуна Мияги и только ему... Да, так и есть. Только Анич Мияги Чуджуна Мияги передал все знания от начала и до конца. Анич Мияги не было отца и матери, а бомбежка была, американские бомбардировщики разбили, разбомбили дом. И он остался один. Это и рядом был дом Анич Мияги, и он тогда жил у Чуджуна Мияги. Когда Анич Мияги трудился и помогал его семье, Чуджуна Мияги увидел, какая его трудная жизнь. И решил этого мальчика отблагодарить и сказал ему, я тебе научу искусству. Он с ним индивидуально занимался, об этом никто не знал. Знал только сын Кен. Ребят, конечно, это очень важно, да, но это все увидят, кому надо. Это не нужно никому доказывать. Отдавайте почтение своему учителю, занимайтесь у него. То есть, я думаю, будет все хорошо, в принципе, да. То есть, я не думаю, что нужно вот говорить о каких-то конфликтах. Если есть конфликты, выговоритесь. Скажите эти конфликты вот просто в откровенку, да, снимите видео. Да, у нас был конфликт, связанный с каким-то недопониманием. Но по-настоящему претензии по финансам, мне кажется, что они вообще не основательны, не обоснованы. То есть, если они какие-то есть, что Хигаона, Марио Хигаона требует за свои эти визиты огромные деньги, да, которые не стоят этих денег, ну вот и вы перешли к Айни Чимияге. Не очень красивая ситуация сама по себе, да. Чем плохо так Марио Хигаона, плохо ли он тем, что он... Получается, что он ничего не знает и требует за это огромные деньги, 2 миллиона долларов, блин. То есть, полная хинея. Вы все-таки вот люди с этим, блин, с бескозыркой, мэн. Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. С рубцом от фуражки? Вы странные. То есть, у вас какие-то обидки детские. Сын Кен. Это был четвертый сын их семьи. Кен об этом знал. И Хигаона-сэй об этом знает. Он знает всю правду, понимаете, он знает. И то, что, конечно, то, что они, чем я, и вот так не знают люди, это очень плохо. Он мог приносить огромные знания всему миру и делать семена. Это странно. Я согласен полностью, что один из учителей Хигаоны, что один из основных столбов, так скажем, к дверю карате, о нем не знают люди. То есть, это странно. Я удивлен, что Мори Хигаона не проявил к нему уважения и не пригласил в какую-нибудь свою федерацию. Это странно. Это более чем странно. Но есть определенные круги, которые не заинтересованы, чтобы Аниши Мяги был первым человеком и давал знания из первых уст. Потому что это же бизнес. Разрушить бизнес, разрушить вот это и вот ДжКМ. Ну, вот я честно скажу, что вот этот бизнес, построенный на боевых искусствах, мне вот совершенно не нравится. Такими вещами, да, что когда люди для того, чтобы нормально жить, они получают копейки, реально. То есть, это не какие-то огромные деньги. Я видел многих мастеров, они получают копейки, буквально побираются. То есть, вот часто мне пишут, да, что типа, когда я просил помогать каналу, что я типа побираюсь. Вот все мастера побираются. Они побирушки, у них очень мало денег, у них очень мало каких-то... То, что любой бизнесмен будет иметь вот просто вот каждый день, да, хорошую еду, дорогую одежду, жилье, машины, да. То есть, мастера не имеют ничего этого. То есть, невозможно на этом заработать. Ну, вот. И вот когда это все дело превращается в бизнес, да, почему я не люблю боевые искусства в части бизнеса? Ну, вот именно поэтому. Потому что это люди... мастеров унижают. Это унижение. Понимаете, люди платят деньги за занятия, за данные, за семинары, годовые взносы с каждого человека. Понимаете, да, вот это все. Типа того, что это незаслуженные какие-то деньги. То есть, типа, люди платят за данные, за семинары, за это. По-настоящему, ребят, любая работа должна оплачиваться. То есть, это такая же точно работа. Я могу доплатить, да, и часто очень доплачивают даже за тренировки проведенные. То есть, я в Чехии, когда приезжал, я доплачивал, потому что у меня люди платили мне, допустим, 80 крон, да. Вот как сейчас опять происходит новый зал, в нем большие цены. Я каждый раз доплачиваю по 100 с лишним, там, крон, да. Это небольшие деньги, но я не зарабатываю ничего. Понимаете? То есть, получается, это не работа. И, соответственно, у меня отношение точно такое же. Если я не заработал никаких денег, там, даже 100 крон, если я не заработал, то это не работа для меня. Понимаете? То есть, а если у человека другого способа заработать денег нет, это, ну, это очень большое неуважение тыкать ему этими деньгами. То есть, это его способ заработка. Если ты этого не понимаешь, то позор тебе. Это миллионы оборотов, понимаете? Это, я, честно говоря, не понимаю вот этой коррупции в карате, зачем она нужна. Коррупции в карате? Блин, это говорит человек из МВД РФ, из общества Динамо, да? О коррупции говорит, блядь, пиздец. Это заработок вообще-то. Это зарплата людей. Это платы, да, взносы и так далее. Это все вполне официальные приходы денег. То есть, никакие не взятки на карман, да, за то, чтобы тебе дали пояс. Или ты покупал бы пояс? Блин, ну что несет Александр Филимонов? Вот как по части техники, да, все замечательно. По части человеческой, ну вот, проблема у человека. То есть, проблема именно у человека, я очень... Эта проблема и не чимияки будет. Потому что, если что-то, не дай бог, он обидит как-то Александра Филимонова, то вот это вот, я бы сказал, поток говна бы польется и туда. Ну вот, мне очень неприятно это слушать. Харате это было исторически еще с Китаем. Это просветление человека. Это наравне должно быть с религией. Бля, какой ебаный пиздец я слушаю. Люди должны просветляться, облагораживаться этими движениями, быть очень серьезными, дисциплинированными. Пример во всем людям показывает. Детский сад, детский сад. А почему учат у нас в школах карате? Это бить по удару, по лицу, соперничество друг с другом, кто сильнее, кто умнее. Бить человека по лицу я с детства не могу. Понимаете, карате это не дезисоперничество. Не, ну вот тут он прав. Тут он прав, очень многие школы карате деградировали. Это не дезисоперничество между людьми, а именно формирование, воспитание души. Ребята, ну делает он на уровне, он очень похож на море Хикаона. Он делает хорошо. Он делает на уровне Хикаона. То есть, поэтому, как бы, я тут даже, как бы, вот, сомневался, значит, восьмого, да, ну да, вот. Я, конечно, все еще сомневаюсь, но уровень его достаточно высокий. Чтобы научить трудиться человека с землей, сельским хозяйством и отношение к другим людям изменить, помогать слабым людям, отдавать себе полностью безоставку работе и быть ответственным. Вот это настоящий карате. Вот это и... Проблема основная в том, что он говорит правильные вещи, но у самого у него в голове какая-то каша. То есть, как это, знаете, есть колхозник-идеалист такой. То есть, он говорит хорошие вещи. Те, которые, в принципе, да, в Советском Союзе многие такие вещи говорили, но по-настоящему делали совершенно другие вещи, да, и уничтожали людей, да, то есть, уничтожали судьбу людей. Редактор субтитров А.Семкин